Программа первых в истории всероссийских пляжных игр обширна и интересна. Пляжные регби, волейбол, тайский бокс, масс-рестлинг, якутские борьба, прыжки, пятибори, аквабайк и многое другое. Сочницы и гости курорта смогут увидеть в течение недели на трех площадках. Пляжи Меретинский, на базе отеля Спорт-Инн и в Порту. За ходом соревнований в 11 видах спорта, среди которых два национальных, можно наблюдать совершенно бесплатно. Соревнования будут проходить каждый день, практически с самого утра и до вечера. Вечером будет организована различная культурная программа здесь на сцене, пляжи Меретинский. Турнир, говорят организаторы, будет традиционным. Уже сейчас решается вопрос о расширении программы всероссийских игр. И это при том, что количество спортсменов на первых играх около тысячи. В данном моменте 11 вида спорта. Возможно, что программа игр будет расширяться. Есть уже предложения страны, Всероссийской Федерации по видам спорта, по некоторым. В частности, это борьба у нас обсуждалась. Триатлон тоже. Ну, и ряд еще других видоспорта. Все площадки, на которых пройдут состязания, останутся в Сочи, как еще одно спортивное наследие. Современное оборудование будет доступно для жителей и гостей курорта, и, несомненно, для воспитанников спортшкол, которые в очередной раз выступают в качестве волонтеров. Сегодня они подавали мячи лучшим российским спортсменам. В рамках Всероссийских игр проходит чемпионат России по пляжному футболу. На песчаном поле сыграют четыре сильнейших команды – «Локомотив», «Динамо», «Кристалл» и «Самарские крылья советов». Формат турнира предполагает полуфинальной серии до двух побед и финальной серии до двух побед. То есть, либо нас ждет три дня полуфиналов и три дня финалов. Может быть, программа немножко сократится. Три периода по 12 минут сегодня сыграли «Локомотив» и «Крылья советов». Серьезная игра была видна уже на первых минутах. Сразу после удачного штрафного броска «Самарского игрока» ответный мяч пришел от москвичей. Равный счет 6-6 привел к серии пенальти, по которым победу вырвали футболисты в белой форме. Итог 9-8. Вслед за ними на поле вышли «Кристалл» и «Динамо». Результаты чемпионата, возможно, будут известны 19 сентября, а 20 числа будут известны итоги Кубка России по волейболу и чемпионату России по пляжному регби. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.